Ну а в Национальной художественной галерее Йошкаралы открылась выставка «Живая механика да Винча», в рамках которой посетители могут попробовать в действии все без исключения экспонаты. Более того, именно в интерактивности изюминка этой выставки представляют которую изобретатели, а точнее реализаторы идей Великого да Винчи из Санкт-Петербурга. Архимедов винт или прообраз шнека. Оказывается, что еще в древние времена было известно устройство, способное поднимать воду без человеческой силы. Впервые его описание датируется еще годами до нашей эры. В свою очередь Леонардо да Винчи несколько усовершенствовал это устройство. Благодаря его доработкам стало возможным перекачивать большее количество воды с меньшей потерей. Понимать, что это 15 век и с того времени мало что могло уцелеть, кроме, например, картины Мадонны и Ветровянского человека, нескольких фресок. Так что наши выставки все новодел, выполнены вручную в нашей мастерской в Санкт-Петербурге. Например, для меня конкретно каждый экспонат с историей, я знаю про них интересные смешные ситуации, когда мы их создавали, поэтому за каждый экспонат я болею душой. Наверное, для меня самым интересным и сложным экспонатом было устройство нарезки винтов. Поскольку я девушка, для меня все эти механические и физические данные были довольно-таки тяжелые для понятия. Поэтому то, что самое сложное, на мой взгляд, это устройство для нарезки винтов. Пришлось попотеть, подумать, как это должно работать. Так Архимедов Вин стал одним из 30 экспонатов, представленных на экспозиции. Организаторы предупреждают всех пришедших. Почти все экспонаты можно приводить в действие. К примеру, собрать арочный мост да Винчи. А экскурсоводы, которые, кстати, были непосредственно задействованы и в производстве каждого экспоната, помогут разобраться в принципе его действия и актуальности в современном мире. Идея эта не нова. Мы хотим нашей фирмой, нашей творческой студией, воплотить много-много различных выставочных проектов, для того, чтобы катать их по России. Потому что за рубежом есть крупные выставки, они приезжают в Россию. Но поскольку сейчас у нас есть некие экономические ситуации, с которыми нам приходится работать, мы подумали, а почему бы нам в России не создать свой проект, свой интересный проект, который может конкурировать с иностранными проектами. Потому что здесь представлены основы механики, которые мы можем увидеть в нашей повседневной жизни. Это шарикоподшипники, храповики всевозможные, ц-очные передачи. То есть все, что было придумано или доработано Леонардо, определенно существует в нашей современной жизни. Плотники, декораторы и дизайнеры. В создании коллекции были задействованы около 10 человек. Большинство макетов изготовлены именно из материалов, которые и применялись в эпоху мастера. Это дерево, металл, хлопок, веревки. А все механизмы и технические разработки гения воссозданы по чертежам и записям из кодексов Леонардо. Так напомню, что выставка базировалась в стенах Национальной художественной галереи. И по заверениям организаторов, станет интересно как школьникам и студентам, так и взрослым людям, которые пусть и отдаленно, но знакомы с изобретениями Леонардо да Винчи по популярным книгам и фильмам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова